Ребят, всем привет, с вами Джамбо Макс и в этот раз у нас печальные новости. На днях рубль сильно ослаб по отношению к доллару и в связи с этим мы попадаем в очень плачевную ситуацию с играми Xbox One в цифре. Дело в том, что все игры, которые находятся в сторе, они продаются за доллары. И не сложно догадаться, что за счет такой экономической ситуации ценник на игры Xbox One в сторе возрастет. И давайте в принципе посмотрим сейчас, что сколько будет стоить. Честно, я не особо слежу за экономикой, но падение рубля, на мой взгляд, произошло крайне внезапно и весомо. И да, я понимал, что игры на хуане будут зависеть от доллара, но почему-то верил в стабильность рубля и видимо, что зря. Короче, переходим в стор и считаем сколько у нас будет стоить, к примеру, новиночка. Если что, такой ценник, который я вам показываю, актуален только на сегодняшний день, ибо курс то повышается, то понижается. Берем, к примеру, мой предзаказ на Киберпанк, и в итоге 60 баксов у нас вместо 3900 с копейкой выходит 4300 с копейкой. Ну, считайте, повышение на 400 рублей, и как бы, на мой взгляд, это весомо. Это не 10 рублей, не 100, а целых 400. Так как, к примеру, та же Ори, которая выйдет на днях, у нас будет уже стоить 2 косаря с копейкой. И знаете, тут я понимаю, что я не зря купил подписку Ultimate, поскольку без нее Ори обошлась бы именно за столько. Кстати, что касаемо инди-игр, то через тур их вообще стало невыгодно покупать после перехода на доллар, а теперь уж подавно. Ибо та же Ори в рублях без проблем продавалась бы за 1500 рублей максимум, сейчас же 2к с копейкой. Так, а агу, сейчас посмотрим, сколько будет стоить, например, делюкс-издание, к примеру, Дума. 6400? Мамма миа! Знаете, во время Xbox 360, по-моему, за столько можно было купить какую-нибудь коллекционку. И в этом случае, ребят, мне кажется, будет помогать только лишь покупка игр из других регионов. Либо же их покупка через посредников, которые могут купить игры подешевле, если у вас нет соответствующих карт. И в данной ситуации, на данный момент, могут пригодиться дисковые копии, ибо на некоторые игры остается ценник в 4к. Но мне почему-то кажется, что и это ненадолго, ибо новинки, по-любому, будут стоить где-то 4500, а то и выше. Ибо та же Дивизия 2 на старте простое издание стоило 4500, так же, как и новый Star Wars. Короче, на самом деле, ситуация не из лучших, и если ничего не изменится в лучшую сторону, то она повлияет в будущем и на новые консоли. И на закупочную их цену, и на продажную, и теперь новый Xbox в 1050 кажется уже вполне реальным. Да что уж говорить, повышение цен коснется много чего. Что касаемо игр, как по мне, майки вряд ли переведут все на рубль, ибо никаких доводов или слухов по этому поводу не было вообще. Поэтому, ребят, запасайтесь бабками, а лучше в долларах, и готовьтесь к тому, что цены будут только выше, если рубль будет падать. Обязательно пишите свое мнение на этот счет, большое спасибо за просмотр, до новых встреч. А я пошел искать третью работу, ибо играть все-таки хочется. Давайте, ребят, удачи.